здравствуйте дорогие телезрители мои замечательные афонтовцы и конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая я очень крепко держусь за ручки культиватора что думаете я просто так тут стою что ли а вот и не угадали сегодняшняя тема осенняя вспашка земли работы на даче еще полно кроме даже того что нужно вспахать землю вы слышите что там где-то до работает пила люди все стараются закончить все огородные садовые дела для того чтобы уже спокойно зимой отдыхать и почему конец октября а мы начинаем пахать землю да потому что все ребятки летающие уже давно отложили свои яйца уже у кого-то там и личинки отродились и там их великое множество и осенняя вспашка она крайне необходима для того чтобы было наименьшее количество вредителей весной уж проволочник то уже если вы не вскопаете и не вспашите уж обязательно будет в огромном количестве и вы это все знаете потому что таких вопросов просто ужас как много по-разному можно вспахать землю осенью можно вскопать с оборотом пласта можно пахать плугом можно культиватором можно мультимотором значение не имеет главное чтобы это сделали не забудьте что при перед вспашкой нужно обязательно внести раскислители если это необходимо раскислителями являются доломитовая мука зола мел и конечно пушенка и звездка лучше бы все вместе бы намешать и три-четыре стакана на один квадратный метр рассыпать а потом перепахать вот на этом участке я не встречала ни одного проволочника потому что перекопка осенняя для меня это святое обязательно если вы помните то на этом месте в эти грядки которые здесь было три больших грядки туда было все копано вручную и внутрь туда вниз я укладывала старую ботву посмотрите какая земля просто чудо ну если бы проволочник был он хотя бы один встретился но слава богу его нет и я очень довольна что стоят вот эти вот доски которые отделяют дерновые вот это покрытие травяное где проволочника конечно не сказано много поэтому зона огорода должна быть все-таки определена и загорожена так легче бороться и сорняками трава не ползет не затягивает все и конечно же с вредителями ну а где вредители там и болезни однозначно такой аппарат он конечно для дамы слегка тяжеловат но я дама здоровая высокая поэтому я справлюсь посмотрим что у меня получится поехали и вот если вы не поленитесь осенью то весной получите почву которую копать уже не придется взрыхлите поверхность почвы все эти на здоровье высаживайте картошку потому что экосистема за это время за осень до и которая еще еще тепло и за зиму и раннюю весну полностью восстановится и готова принять ваше растение вот смотрите какая я молодец а вам слабо всего доброго вам и до свидания